Тема нашей сегодняшней лекции Материалистическое понимание истории Что есть территория? Есть ли это сумма отдельных событий? Отдельных фактов? Действия отдельных людей? Или все-таки в истории есть что-то целостное? Скажем, до сих пор существует масса профессоров, доцентов, даже академиков Которые рассматривают истории, вот события, факты их интересуют Сколько платьев было у Екатерины II? И вот дискутируют, один 13, другой 15, третий еще что-нибудь Скажем, в советское время Сколько было репрессировано? Дошли до совершенно невероятных каких-то, глупых даже цифр Скажем, что извините 120 миллионов репрессировано При тогдашней численности населения около 200 миллионов Это и при учете, что репрессирует в основном взрослое население И в основном даже из него мужчин То получается, что все мужчины были репрессированы Ну и все-таки вот такой взгляд на историю, что история есть, значит, совокупность не связанных друг с другом фактов Два фактов Он все-таки как-то уходит в прошлое За него держатся, за этот взгляд, отдельные историки, которые занимаются какими-то узкими своими проблемами Скажем, там, экономическая политика Столыпина И вот он экономическую политику Столыпина изучает Все подробно, сколько там чего, почем-то И больше он ничего не знает Он даже не знает связей Столыпина с политическими силами Которые там Столыпина окружали И которым Столыпин помогал, и с которыми он боролся То есть нет взгляда какого-то широкого на контекст событий Раз нет этого взгляда, не в чем, не на чем взвесить тот или иной факт Отдельный, он ни на чем не видно Значит, и можно толдычить тут, зарабатывать деньги, получать степень и звание очень долго Чем? Товарищи ученые с удовольствием и пробиваются в основном Это же есть И есть все-таки Это с 17 века Пробивается взгляд на историю Что нет, история это не случайная совокупность событий Это не совокупность отдельных фактов Тем более не куча, не громадье А это какой-то более-менее закономерный процесс Скажем, условно можно назвать появление такого взгляда Публикацией интересного труда немецкого философа 17-18 веков Вегельма Лейбница Который написал трактат Тео Дицея Тео Бог Дицея оправдывает В чем проблема? Проблема в том, что в мире много зла А миром управляет Бог Божье провидение Бог отвечает за эти Хорошие стороны жизни? За смерти? За трагедии? Или не отвечает? Был бы ответил Не понял? Был бы ответил Четкий ответ Вы верно говорите Ну, тут можно и по-другому, конечно То есть ответственен ли Бог За злое в истории? У нас уже президенты не отвечают И Лейбниц решает этот вопрос В том смысле, что Значит, Бог Он хочет добра Провидит добро Помогает людям Но злая воля людей Отдельных Она все-таки приводит К несчастьям и трагедиям Людей Причем Своевольных Злых По своей природе И его очень жестоко Сурово критиковал Тогда Вольтер Известный Знаменитый Французский Философ Который Говорит Ну Прежде не такое У Вольтера Кандит И он в этом образе Кандита Он издевается над Лейбницей В том числе Говорит Ну наивный человек Думает, что Наш мир Есть лучший из миров Это у Лейбницей Есть такой тезис Что наш мир Это лучший из миров Бог Из бесконечного количества Миров Выбирал наилучший И выбрал вот это И Вольтер Издевается Что он Дескать Оптимист Как же лучше Смотри Сколько трагедий Несчастей Слез В мире Какой же он лучше Тогда Как эта формула Она наоборот Глубоко Пессимистична Что ты всех Возможных Миров Бог выбрал Этот И этот Вот видите Как вы Поэтому что-то Нужно смиряться И все В 18 веке Вот этот взгляд На Закономерный ход Событий Или во всяком случае На какую-то Упорядоченность Истории Обратили внимание Немецкие философы Некоторые В том числе Гердер И особенно Геген В начале 19 века Гердер написал Такой труд Идеи к философии Истории Где в общем Дал такую линию Развития Человечества Человеческого рода Общества От дикости Значит К современному Ему тогда состоянию Хотя он такой Остался Не очень законченный Труд Тем не менее Некоторые тенденции Он показал Наконец Впервые Получается Труд С таким вот Можно сказать Специальным названием Философии Истории Гегеля Которым Идея Закономерности Закономерного Развития Истории Она Развернута Самым Серьезным Образом Гегель Определенный Геет Что Развивается Мировой Дух В истории То Государство Это Воплощение Мирового Духа На земле И эти Государства Развиваются И общества Развиваются Закономерно Посмотреть Древнее Общество Вот Как он Называет Германский Мир Это Другое Общество Рассмотреть Современное Состояние Общественных Отношений Это Третье Общество И Суть Этого Процесса Гегель Видит В развитии Сознания В осмыслении Вот Этого Истории Людьми Человек И говорит История Есть Прогресс Сознания И Свободы Человечество В большей Степени Сознает Свою Свободу Можно Было Вместо Него Добавить В лице Политиков Ученых И Каких-то Умных Людей А Дескать Там До простого Народа Это Не доходит Поэтому Я бы Скажем Переформулировал Эту Формулу Что История Есть Прогресс В создании Свободы А Чтобы Создавать Эту Свободу Понятно Что Нужно Осознание Без Осознания Никакого Создания Быть Не Можем Не Можем Но И все Таки Мы Видим Что Прогресс И в сознании Свободы И прогресс В создании Свободы Или по крайней мере Условий Свободного Развит Человека Остановится Все больше Этот процесс Действительно Идет Но Идет ли он Самотеком Или он Идет Значит Под воздействием Каких-то сил Движется 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 Ли он Богом Или Движется Он Какими-то Еще Силами Или Движется Он Людьми Значит Тут Еще раз Снова Можно вернуться К философии К истории Значит Что Такое История Вот Михаил Васильевич Хорошую Формулировку Дал История Это Процесс Формирования Современного Общества То есть Как оно Раньше Формировалось Современно То есть Конечно Речь идет О Современности И В какой-то Мере Значит Это Похоже На мою Формулу Которую Я Раньше Не Раньше Раньше Но не в этом Делали Значит Которая Звучит Так История Это Политика Современная Только Опрокинутая В прошлом Почему Здесь Политика Играет Большую Роль Потому Что До Сих Пор Историческая Наука Она В основном Оперировала Действиями Полководцев Вождей Царей Королей Ну И так Далее То есть В основном Историки Писали О политических Процессах Но Мы зададимся Вопросом А что Такое Политика Политика Это Борьба Классов За Государственную Власть То есть С одной Стороны Государство Это Как раз Тот Пункт На котором Завязана Борьба Вокруг Который Идет Борьба И в этом Смысле История Есть Прежде всего История Государства С другой Стороны Это Все-таки Не Божье Проведение Не Субъективная Деятельность Не Произвол Вождей Героев Там Царей И так Далее А это История Классовой Борьбы Поэтому Маркс И сформулировал Значит Маркс Энгельс Сформулировали Мысль Что Современная История И даже Вообще История Вся Есть История Борьбы Классов История Это История Борьбы Классов И если Вы что-то Хотите Понимать В истории Значит Вы должны Вот от этого Отталкиваться Что это Не произвол Что это Не субъективные Взгляды И мнения По поводу Истории А это История Борьбы Классов Которая Проходит По Законам Развития Общества По законам Борьбы И только Во вторую Можно конечно Учесть Татологию Этику Еще там Какие-нибудь Хорошие Науки И качества И свойства Но Суть Она состоит В этом Что История Есть Борьба Классов Это История Борьбы Классов Ну и Можно тут Долго Конечно Рассуждать О древней Борьбе Как там Боролись Но у нас На это Время Нету Поэтому Мы Обратим Теперь Внимание На то Как В наше Обозримое Время Классы Боролись И что Из этого Получилось Почему Это Нужно Потому что Сегодня Возникает Масса Дискуссий Что там Было Во времена Войны Что там Было Перед Войной Что там Было После Войны Как оценить Деятельность Сталина Как оценить Деятельность Хрущева Как оценить Деятельность Горбачева И так далее И тому подобное Если человек Рассматривает Каждую из этих Личностей Каждую из этих Каждый из этих Периодов Или еще что-нибудь Отдельно Он рискует Потонуть Просто в этом Многообразии Пунктиков Штрешков Того или иного Пункта Того или иного Явления Той или иной Личности Скажет О Сталине Написаны Горы Макулатуры И если кто-нибудь Наивно полагает Что он Прочитав эти Горы Литературы Наконец Поймет То это Очень наивно Более того Он запутается Во всех этих Книжках Многообразии Мнений И так далее То есть Если у него Нет собственного Мнения Сразу Если у него Нет принципа Отбора Он просто Запутается Поэтому Значит Какой-то Принцип Должен быть Какие тут Есть принципы Стал Значит Ну вот В какой-то Мере я их Очертил Значит Или Случайные Явления Или Закономерные Явления И закономерные Они Или Извне Берутся По отношению К истории Там от Бога Или от Объективного Духа Как в Гегеле Еще откуда-то Или Из самого Процесса Общественного Развития Из самого Развития Общества Из борьбы Классов И наций Которые Значит В обществе Идет Непрерывно С момента Зарождения Цивилизованного Общества С момента Зарождения Государства Не говоря уж о том Что борьба Общественная Она была И до государства Лучше поздно Чем никогда Да И Маркс Энгельс Впервые Обосновали Ту простую И совершенно Ясную Прозрачную Мысль Что Прежде чем Делать Историю Люди Должны Сделать Ботинки Платья Пищу Дома И так далее Но Вовлекаясь В этот процесс Изготовления Они вовлекаются В известные До них Сложившиеся Каждое поколение Вступает В сложившиеся Общественные Отношения Вот сейчас Молодежь Она сразу Вливается В какие отношения Капиталистические Буржуазные И У большинства Молодежи Соответственно И сознание Какое Буржуазное Капиталистическое Мы Родились В коммунистическом Обществе Сознание У основной Массы Населения Тогда было Коммунистическое Сегодня Коммунистическое Сознание Только У людей Которые Этим Специально Занимаются И которые Могут Противостоять Вот этой Стихии Идеологической Которой Специально Нагнетается Причем Вот В Гегеле Есть интересное Размышление Что Раб Поскольку Он тесно Связан с Природой Оперирует Естественными Явлениями А Хозяин Оторван От природы Деятельностью Раба Он становится Глупее Почему Потому что он не понимает Природы Не знает Природы Становится Глупее Раб Поскольку он знает Природу Имеет ее преобразовать Он становится Он становится Умнее Вот И вот Эту вот Диалектику Своеобразную Я думаю Что можно Применить И для нашего Нынешнего Общества Что Вот эта Публика Она Оглупляет Себя Отупляет Себя Причем Вроде бы В лице Таких Очень Представительных Людей Академиков Профессоров Скажем Ну такие Наиболее яркие На памяти Присутствующие Это Помните Был такой Академик Волкогонов Дмитрий Генерал полковник Да Генерал полковник И Триумф и трагедия Да Триумф и трагедия Руководитель Как это называлось Училище Это Высшее политическое Войсковое училище Как это так Или Андрей Дмитриевич Сахаров Не Андрей Дмитриевич Физик А Андрей Дмитриевич Сахаров Историк Вот он Часто выступает Как надо же там что-нибудь Поругать Сталина Советскую власть Вынимают этого Андрея Дмитриевича И он объясняет Как плохо жилось Ну потом Рассказывает Часто он наступает Увидите Какие ваши Готи Да Причем Эти люди Руководили нами Но тогда Поскольку Они сами были Под надзором Под контролем И под общественным Под партийным Под государственным Но они вроде Где-то в общей Струе Это было Незаметно Как только Изменились Условия Их вот это Буржуазное Начало Проявилось В полной мере Спокойно Они Изменили Свои позиции Спокойно Стали на сторону Буржуазии И стали Зарабатывать Деньги На критики Коммунизма Советской власти И так далее Ну и Если Отвлечься Все-таки От академиков И взять Такую Народную массу То В народной массе Конечно Людей Которые Способны Выработать В себе Коммунистическое Сознание Значит Освоить Науку Марксистскую В общем Конечно Не может быть Много Почему Потому что Во-первых Самому Этим Не овладеть Это нужно С кем-то Заниматься Учиться Во-вторых Это требует Времени Это требует Усилий В том числе Специальных Логических Усилий И это Не всем Дается У нас Имеются Прекрасные Возможности С вами Чтобы Овладевать Этой Наукой Ну вот Как видите Нас тоже Тут Немного Два Десятка Поэтому Люди С коммунистическим Сознанием В буржуазном Обществе Есть И это Люди Умнейшие И такие Грамотнейшие Смелейшие Да-да Герои Своего рода Я не Про Товарища Козерного Я про Людей Которые Могут В условиях Капиталистического Общества Развивать Коммунистическое Сознание Да Это Геройство В современных Словиях Почему Потому что Начальство На самом Низком Уровне Уже Тебя Контролирует От имени Верховного Начальства Вот Моя Теща Значит Пригласила Кандидата В депутаты В свой Университет Во-первых Ей не дали С ним Встретиться Во-вторых Сказали Еще Раз Приведешь Выгоним С университета Члена КПРФ Все Разговор Коротый Поэтому Нужна Конечно Известная Смелость Чтобы Проводить Какую-то Такую Самостоятельную Линию Даже В студенческой Среде Читать Лекции Такого Марсистского Свойства Ну а такие Люди Есть Мы их знаем Они здесь У нас Выступали И Не будем Показывать На них Пальцем Некоторых Сегодня Нету Смелые Были Люди Смелые Не обязательно Ходить На каждой Теперь их нет С нами Не обязательно С нами Вот Огородников Например Участвовал В конференции Ленин И современность Это Заведующий Кафедрой Ленинградского Теперь Санкт-Петербургского Института Железнодорожного Университета Железнодорожного Транспорта Заведующий Кафедрой Философии Профессор Доктор Наук У нас Он здесь Считал Как раз Лекцию Тоже О настройке Базисе Рассказывал Здесь Я считаю Что В тех Условек В которых Он работает Он проявляет Такую Гражданскую Позицию Мужество Известно И В известной Степени Даже Героизм Причем Вот он Порвался Своими Товарищами Раньше Товарищи Его были В высшей Партийной Школе Работали И он Он там Работал Профессор Они Его Приглашали В академию При президенте Это Бывшая Высшая Партийная Школа Он Почитал Пару Раз Ему Начали Корректировки Вводить Он Расплевался С ними Не хотите И не надо Мне Работает В Университете Железнодорожной Трассы Но С другой Сной Наука Это Марксистская И экономическая Теория И логическая Теория И Какие хотите Теории Они даны Нам бесплатно Ну или почти Бесплатно Покупай Капитал Вот даже Здесь По-моему Выдают Выдают Читай И сразу Вбирай В себя Высшую Форму Бери Покупай Науку Логики Сейчас Она подорожала 450 Да 450 Рублей Открывай Читай Если Есть Проблемы Спрашивай Товарищи И сразу Ты погружаешься В серьезное Такую историческую Атмосферу В серьезное Историческое сознание Есть Комментариев Очень много Комментариев Горы И Комментарии Они Нацелены На то Чтобы Отгородить Философа От изучающего От читателя И сейчас Ильенков 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 Знаем И прекрасно Вот То есть Человек Думает Ну Гегель Ему тяжело Или Маркса Почитая Сначала Что-нибудь Попроще Видение Вот Ильенков Нам тут Разъяснит Почитал Ильенкова Что-то Непонятно А вот Может Петров Петров Почитал Тоже Непонятно А время Идет Сидоров Да И глядишь Там до Гегеля И не дошло Или до Марса До Капитала И не дошло Неадекватно Причем Это в известной мере История философии Она может быть Помехой Она хороша Для специалистов Которые там Переводят Гегеля Там Платона И так далее Вот они там Занимаются Воверением Слов Междометий Запятых Там и так далее А значит Наше дело Не погрязать В этих запятых А врать главную Существенную Идею Понятия Хоть у Платона Хоть у Аристофеля Хоть у Гегеля Хоть у Марса И вот эта существенная Народные Народные массы Представители народных масс Они вполне Могут Освоить Это доказывает Опыт Всей истории России Вот не случайно Бакунин говорит Русский мужик С понятием То есть Если он захочет Что-то освоить В понятиях В разумных понятиях Он это освоит И довольно просто Стало бы Дело Только желание И у нас В обществе В российском Не хватает Ни ума Вот Проблема не в уме У нас У нас проблема В воле То есть Недостаток Воли Для того Чтобы Защитить Взяться Встать на защиту Хотя бы своих интересов Хотя бы заработной платы Причем Вот история Вот этой Новой борьбы В новом обществе Она показывает Что Там где борются Там во-первых Здоровее себя чувствуют И дольше живут Во-вторых Добиваются И повышение Заработной платы И Улучшение Условий труда И каких-то других целей Там не сразу Через одну Забастовку Через другое Действие Еще какое-то Но добиваются Там где не добиваются Там не получают Почему? Потому что В заработную плату Входит в том числе И профсоюзная борьба То есть Если вы хотите Получать нормальную Заработную плату Платите членские взносы Участвуйте в работе Профсоюзов И тогда Ваша зарплата Будет на уровне Значит стоимость Рабочей Если вы не хотите Нет И здесь Еще одна Такая философско-историческая Проблема Личности И народных масс Вот в нее Я говорю Тоже упирается Сознание Нагнетает Средства массовой информации Что История определяет Личности Вот там Гитлер Он великая личность Негодяй Правда Но вот он Начал войну Но не получилось Или наоборот Сталин Вот все Определяет Сталин Он и то Он и сё Всех посажал Но все равно Советский народ победил Да Значит всех Пересажал Там Перерепрессировал Значит Какая бы глупость Не появлялась Все Все сваливают На злую Полю Сталина Да Удивительно Только как Советский народ Победил В войне Некоторые договорились До того Что вопреки Сталину Да Некоторые договорились Значит В чем тут дело Дело тут в том Что Все-таки Борются классы Борются массы Наций И В этой борьбе Лидерами Всегда выступают Те товарищи Которые В этот момент Почувствовали Познали Осознали Историческую необходимость И готовы Значит Ее осуществлять Готовы ее реализовать В этом смысле Скажем Ну вот Есть такая Работа Герой и толпа Одного английского История Вот он говорит Что Значит Есть толпа Равнодушная Есть герой Наполеон Имеялся у него ввиду Значит Пришел он Всех взвинтил И вот началась Новая история Тогда как На самом деле Борьба Буржуазных Молодой буржуазии Французской С феодальным режимом Французский Велась весь Восемнадцатый век Почти целое столетие И К концу Восемнадцатого века Вот это Обострение Противоречия Между классами Достигло Такой степени Что Нужны были Лидеры Которые бы Осознали это И Значит Взяли на себя Ответственность За руководство Наполеон И подвернулся Значит В ситуации То есть Когда конвент Не знал Что делать С толпой На улице И все они Перетрусили И у них Ни у кого нет Ни ума Ни ума Ни воли Значит Чтобы принять Какое-нибудь решение И потом Что-то сделать Наполеон Нашелся Выставил Двести Значит Пушек В окна Приказал Огонь Пли всем Одновременно Те пальнули Дым Дым Рассеялся И никакой Толпы Нет Лежат Там Несколько Человек На площади Наверное Убитые Или раненые И все И Значит Он показал Что он Готов Значит Упорно Биться За интересы Буржуизии Поэтому На западе Наполеон До сих пор Ну Почти как бы Национальный герой Каждой страны И в этом Есть Такой оттенок Правды В чем он состоит Он состоит в том Что Наполеон Это прогрессивная Личность Наполеон Помогал Европейской Буржуизии Брать власть В своих странах Он Помог Итальянской Буржуизии Испанской Буржуизии Австрийской Буржуизии В какой-то Мере Даже Немецкой Буржуизии Хотя Она этим Плохо Воспользовалась От английской Он хотел Но не дошел При чем Там Буржуизии Разве Туда Удаст Ну Там был Такой Компромисс Сложный Который Назывался Славная Английская Революция Начало 18 века Там был Компромисс Между Буржуизией И аристократией И он В какой-то Мере Сохраняется И до сих пор Поэтому В Англии Она история Так Без История Без Больших Потрясений Колебаний И так далее Ну да Вот Во время Войны После Казни Карла Первого В 1642 Году Значит Там были Небольшие События Карлу Отрубили Голову Кромвель Выступил На стороне Народа Буржуизии И быстренько Эту войну Закончили Потом Был всплеск Значит В конце 17-го В начале 18-го Этот всплеск Закончился Вот этим Компромиссом Славной Революцией Компромиссом Между Буржуизией И Аристократией Да И там По этому поводу Никто Не шумит И не вспыхивает Никто Не вспоминает Что Людовик 14-й И его Жена Похоронены На площади Заасфальтированы Значит Его считают Героем Национальным До сих пор Наполеон Это образец Пример В современных Обществах Значит Аналогично И В трудящихся Классах Значит Когда возникают Какие-то острые Моменты Среди Трудящихся Находятся Вожди Находятся Люди Которые Многое Понимают Многое Знают Знают Как делать Знают Как руководить И так или иначе Берутся За это дело Вот Для меня Такой образец И простой пример Образец Это Рабочая Иванова Вознесенска 1905 года Значит Вы помните Была революция Этого года 18 мая Значит Собрались Забасткомы За городом На реке На реке Талка Организовали Совет Избрали 151 Значит 151 Человека В этот Городской Вообще Городской Совет И начали Руководить Начальство До того Перепугалось Что Значит Даже армию Вывела Из города И больше Она не вмешала Они сами Навели порядок Запретили Торговлю Водки Организовали Производство И все Двигалось Спокойно Из вот этих Депутатов Рабочих Выросли Потом Выдающиеся Дети Значит Так же И в других Местах Когда Пыхнула Революция 17-го Года Значит В 18-ти По-моему Городах России Возникли Сразу Эти советы Самостоятельно Без указаний Сверху И руководили Им Многие Бывшие Депутаты Иваново-Валентинского Совета То есть Они прошли Большую школу Они познали Историческую Действительность Необходимость Они научились Организовывать И у них Была воля Бороться Вот тогда Воля была Я думаю Что тогда Воля была Поскольку Начиная С 900-го Года Постоянно Шел Рост забастовок Количество Забастовок И количество Участвующих Забастовок Поэтому К пятому Году Тут уже Накопился И опыт И смелость И люди Вот эти Руководители Созрели Поэтому Как только Встал вопрос В Иваново-Лесенске Его решили Довольно быстро Правда Надо сказать Что Иваново-Лесенскому Этому совету Помогали Большевики Там были Кедров Фрунзе Принцова Некоторые Другие Товарищи Михаил Васильевич Фрунзе Знаете Которые 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 Помогали Снабжали Литературой Прессой Участвовали В создании Документов Резолюции Решений И так далее Ну и В больших Революциях В масштабе Страны Когда возникла Революционная Ситуация К этому Времени И политических Сил И вождей Значит Можно формально Ограничиться Зарегистрированными Партиями Около Пятидесяти Партий Соответственно В каждой По крайней мере Один вождь Но Как пишет Лидер Социалистов Революционеров Который Все знают Виктор Чернов В работе После революции Написано Значит Только у большевиков Была программа Того Что делать После революции Поэтому Народ Он И выбрал Большевиков Потому что Они знали Что делать У них были Эти кадры У них были Эти вожди У них была Программа И у них Была воля Во-первых За ними шли люди Которые сделали Не одну Забастовку Во-вторых В вождях Были люди Которые Отсидели Не одну Тюрьму И каторгу Самой Светланович Шесть По-моему Раз сидел Был пассаж Вместе С ссылками С каторгой Шесть раз Понятно Что это Закаленнейший Человек Значит И Таком В процессе Обычного Строительства И даже В процессе Войны Тут эти кадры Просто готовятся Готовятся Планово Целесообразно Значит С расчетом И так далее Поэтому Если мы Возьмем Процесс подготовки Кадров Перед войной В первые годы Войны Возьмите цифры Она растет В два То и в три Раза в год Поэтому В тридцать пятом Году еще Кадров было мало В тридцать седьмом Тридцать восьмом Значит Многие кадры Высшего свойства Не Не выдержали Проверки Должностью И времени Но На их время На их место За короткое время Были подготовлены Замечательный кадр Причем Вот Меня всегда Удивляет И является Такой загадкой Что Высшее военное Начальство Почти сплошь Было из крестьян Чай Жукова Крестьян Значит Из рабочих Там было Раз два Три Ну и Из кадровых Военных Там были Шапошников Начальник штаба Одно время И Тухачевский Да Мерецков Правильно Причем Мерецков Он в высоком Чине В каком-то Сейчас я его Не помню Ну немного Их во всяком случае Было А основная Публика Вся из крестьян А в немецкой армии Руководство Откуда оно взято Оно взято Из сословия Юнкеров Которые Являются В седьмом Там и в десятом Поколении Военными Военнослужащим Причем Многие из них Воевали в первую Мировую войну То есть Обладали опытом Ну и спрашиваются В чем тут дело Субъективной Какой-то силе Вот этих наших Крестьянских Военачальников Или в какой-то Субъективной Слабости Немецких Вождей Нет конечно А дело В объективном Соотношении Классов Значит Что война Против СССР Против коммунизма Будет Об этом Знал и говорил И предупреждал Владимир Мишлей Поэтому Юсифер Сталин Он на ранних Этапах Уже начал Готовить Общество Государство К войне В 36 37 Году Были Изданы Конкретные Книги Публицистические Гитлер Над Европой И Гитлер Против СССР Где Товарищ Ростов Энс Генри По псевдонимам Энс Генри Показал Как будет Гитлер Наступать Докуда Он дойдет Почему И как Его Не остановить Значит Вот где-то Здесь Близи Границ Как Он получит Поражение Где-то тут Под Москвой Перед Волгой И как Он потом Покатится Назад Ну и действительно Когда Размышляешь На эту тему То Понимаешь Что Молодое Коммунистическое Общество Молодое Социалистическое Советское Государство Оно Физически Там где-то Может С точки зрения Какого-то Индивидуального Человеческого Потенциала Оно Слабовато Но оно Молодое Полно энергии Воли Готовое Защищаться Отставить Свои интересы Свою страну Родину Которая Дала Землю Свободу Достойную Зарплату Достойное Жилье Хотя Многие Остались И предатели Кулаки Которые Пошли К немцам На услужение Ну и Все-таки Таких Громадное Громадное Меньшинство Даже Солженицын Насчитывает Таких Только 200 тысяч Я думаю Что даже На самом деле 200 тысяч Значит Из другой Сноя Германия Этот Старый Мир Который Пытается Задавить Коммунистическое Общество Причем Задавить Пытается Весь Старый Мир Но Различные Субъекты Исторические Действия Пытаются Это решить За счет Другого Скажем Англия Проводит Политику Уничтожения Коммунизма С помощью Германии То есть Германию Она мыслит Как средство В своих руках Которое Она направляет Против России Гитлер Проводит Другую Политику Пытается Англию Сделать Значит Средство Для Того Чтобы Победоносную Борьбу С одной С другой С другой С другой После войны Получить Все Дивиденды Поэтому Между Этими Странами При всем Их Общем Интересе Против Коммунизма Существуют Противоречия Которые Им не Преодолеть Поэтому Они Объективно Ославляют Друг друга А Советский Руководство В том числе И Сталин Они Прекрасно Видели Это все Прекрасно Это все Учитывали Насколько Можно Участвовали В европейской Политике И Что Можно Было Защитить Усилить Защищали Усиливали Что Можно Было Там Ослабить Ослабляли Значит Делали Нейтрально И Вот Скажем В Последнее Время Очень Ощутимо Вот Это Противоречие Между Коммунистическими И Буржуазными Теориями Тех И Ситуаций Вот Скажем Знаменитый Пакт Риббентропа Молдова Который Заключили В конце 23 Августа 39 Года Значит Вот Ругают Там Сталин Что Сталин Подружился С Гитлером Что Вот Он Поддался Значит Этой Фашистской Идеологии Да Как Он Мог Да Та 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 Не Не Был Вы 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 Был Вы Заключили Война Началась В 39 Года Или В Начале 40 Когда Еще Кадры Недостаточно Подготовлены Танки Танки Пошли Новые В Производство Самолеты Только Пошли Новые В Производство То есть За эти Значит За эти Два Полтора Года Как Раз Набрало Силу Экономика И Военная Техника И кадры Состав Сил Свой И Иосиф Сергеонович Прекрасно Знал Что Отдельные Сражения Выигрывают Полководцы Но Воины Выигрывает Экономика И Понятно Что Грамотное Руководство Этой Экономикой В Цел И Война Показала Что Руководство СССР Было Грамотным Руководило Правильно Поэтому Сумело Так Организовать Процесс Войны Что В конце Концов Войну Эту Победила И Вот Второй Больной Вопрос Вопрос О том Подготовленности Советского Общества Советского Казарства К войне Готово Или Не Готово Я думаю Даже В частной Жизни Мы Каким-то Мероприятиям На 100% Не Готово Вот Мы Поедем В Савлино В Субботу Вот Я думаю Не Можно было бы еще подготовиться Если бы Значит Михаил Васильевич Тут недельку дал Мы бы еще подготовились Конфликсы Вы готовы? Да Всегда Вы говорите Но это тут профессионально А потом Я готовился К ней Вот В любом деле В домашнем Даже Что-нибудь Да не совсем Не готов Но Побеждают Подготовленные Армии Или не подготовленные Подготовленные Вот я думаю Тоже Что подготовленные Армии Побеждают И Скажем Если проанализировать Значит Процесс производства В Германии И процесс производства В СССР То Почти по всем показателям СССР превосходил Германию Отсюда И удачи Значит Во время войны Значит Это проявилось Теперь Значит Ссылаются на то Что вот До войны Руководство Говорило Что будем воевать Там на чужой территории А пришлось Воевать На своей Когда Кто-нибудь Вас неожиданно Ударит Хорошо Если вы не упадете Не свалитесь С ног А можете И свалиться Если вас Внезапно ударят Тем более Это Ясно Значит Когда сталкиваются Такие мощные силы То есть Если такая армада Гитлерская Совершенная армия Вторглась То этот удар Был неимоверной силой И конечно Значит Войска наши Откатывались Но Они Не откатывались Бежали А они Изматывали Военную машину Германии И когда Германия подошла Значит К Москве Германские войска Подошли К Москве Они уже были не те Они уже были уставшие В какой-то мере Напуганные В какой-то мере Там замерзшие Зимой Много фактов Можно вполне С наполеоновской Привезти аналогию Наполеон Подошел К Смоленску А это где-то На линии Меридиане С Ленинграда 8 сентября И Гитлер Но Наполеон Пришел На Лошадях Гитлер На машинах Танках Самолетах Осадил Ленинград 8 Отмечает До сих пор День Начал 8 8 Сентября По старому Стилю 26 8 Сентября 2000 Получается Получается Что на технике Они ехали Так же примерно Как Бонапарт Ехал Значит На Телегах Бои Очень Интересно Лекции Сконцентрируемся На лекции Это Можно Мы Обсудить В ходе Даже Может быть Наоборот Это интересно Теперь Еще Еще один Пример Скажем В Сталинграде Немцы Хотели Перейти Волгу Обрезать Поступление Нефти Бакинской В центры В армию И не могли Преодолеть Последние 200 метров Вот 200 метров До Волги Им не преодолеть И так Они не преодолели Почему Потому что Они были Измотаны А советское Руководство Все наращивало Эту мощь Военную Поэтому Почувствую Что немец Выдохся На свет Правительства Конечно Во главе С Иосифом Сталином Под руководством Его Приняло решение О наступлении И отсюда Пошли Сталинградская Битва Московская Сначала Сталинградская Курская Многие Многие Другие Поэтому Сталин Конечно Выдающаяся Личность Выдающийся Организатор Теоретик Коммунист Но Он силен Только Постольку Поскольку Он Работает В интересах Народа Работает В интересах Рабочего Класса Работает В интересах Трулящихся И пользуется Их Гигантской Поддержкой Скажем Вот если взять Посмотреть Набор в партию Приток в партию 26-му году Партия увеличилась Там в 3 или 4 раза Причем Шла в основном Молодежь Где-то на уровне Там 20 25 30 лет И представляете Это армия Организованных Людей По всей Стране Готовая Проводить Определенную Лень Вот откуда Идут Успехи Теперь Тогда Сталин Не боялся Назначать Молодежь Вот там Лихачева Молодого Поставил Руководить Заводом Который Потом Назвали В его честь Или Шахурин Министр Авиастроения Там Другие Министры 34 35 40 лет Им уже поручают Ответственное Дело Почему Потому что С одной стороны Руководство Занимается Подготовкой Кадров Сознательно С другой стороны Оно имеет Ток Симпатию От народа И в этом Смысле Имеет Вот этот Почти неограниченный Источник То есть Если руководство Правильное То правительство Получает Гигантский источник Если руководство Неправильное То народная Масса От него Отталкивается Уходят Бросают Его на произвол Судьбы Как Горбачева И Верховный Совет В 93 Году И те Исчезают Спасибо Пожалуйста Вопросы Александр Сергеевич Вступление Какие вопросы Тогда выступление Пожалуйста Я ничего Хотел бы Сказать Все Есенство Что Я Принимаюсь Мало Мало Этими вопросами Мало Этими вопросами Мало Этими вопросами Достаточно Глубки Среди Внимание Вообще Наша Лицензия Дает на учебники История Рауде 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 Народа Рауде Подвергся Яростным Атакам Паркального Совета Паркального Изобразового Совета Негативно Освещено Впряло Века До конца И тут Надо сказать Что Концепция Это учебник Сам И особо Это важно А в целом Как бы Негаз Мы уже оказываем Поддержку Темшательства Достаточно Важных Постав В российском Обществе Которые Ставят Своей Задачей И цель Делом Чести Отстаивать Истину В том числе Истинную Историю Хотя Как говорилось Обращенная Политика Долг Выполняется Хотя Я Так же Горячо Поддержал Мысль Комментарий Это Спрашиваю А можно Загорать Под Луну Первое Движение Как Нет Как Ну как Разве Луна Имеет Солнечного Света Берите Читать Всякие Комментарии И при Нашем Недостатке Времени Который У нас Есть Не гениальные Произведения А серые Произведения Очень трудно Людям Нашим Самым Хорошим Надо Заниматься Пережевыванием Этой Жвачки Нет Тянет Их Этой Жвачкой Читает Эту Ерунду Тем более Что Скажем У нас Есть Возможность В том числе В рамках Университета Давать Непосредственно Ставят Действительно Санкционер Героизм Тех Кто Сферы Науки Сейчас Сферы Образования Стоит На марксистах Защищать Вопрос Не только Сферы Науки Вопрос Вообще Нашего Контроляционных Людей Которые Заняли Контроляционные Дали Антикоммунисты Дали Просто Предателя Им Вообще Завидовать Ни Они Не съели И сколько Они Не получали Это Конченые Те Люди Которые С Вполне Сложившиеся Массовые Позиции В современном Буржуазном Обществе Таким Образом Это Люди Герои Счастливые В том Смысле Что А в чем Тут Жертва Жертвами Как раз Те Дали А вот Как Мы Можем Рассматривать В качестве Жертв Тех Людей Которые Продолжают Порядочные Люди Про которых История Скажет Что Это Люди Четы Не Разбежались Не И И Пугались И Вся Практика Наша Говорит Что Наиболее Способны Наиболее Крупные Силы И Пауки Наиболее Крупные Силы И Кому Они Крупные Что Они Слаживают Свою Позицию И Дело Добывания Истины Под мнение Тех Линых Лиц Очень Варко Мы Видали Уже Ельцинах И Горбачевых По Бому Надо Это Уже Давно Наесться И В этот Период Подстраивать Свои Позиции Под Какого-то Очередного Деятеля Который В Песня Неделя Где-то Что-то Просидел Что-то Там Вот он Изображает Из себя Крупного Водителя Я думаю Это Деятельно Для Людей Достаточно Серьезно И для Люди Альни Вот Почему Я думаю Лучше Сказать Что Те Люди Находятся В лучших Условиях Тогда У нас Вокруг Были Всякие Прилипали Под Видом Марксистов Ленинцев Всякие Черви Ползали Люди Которые Делали На этом Деньги Мазались К этому Делу Какие-нибудь Влага Сейчас Среди Тех Кто Стоит На Марксистских Позициях Те Мы За Него Сами Те Кто Думаются Как Курис Павят Дальше Я бы Не Сказал Что Это Такой Героизм Я Переламывали Свою Линию Внутреннюю Человек Внутренне Ломает Поэтому Я думаю Что Влад Сегодня Тот Кто Борется С Контрреволюцией Тот Кто Борется С Социализм Нам Повезло То Что Мы Люди Людям В то Время Как Другие Которые Человек Все Маш Подлецы Честно Смотреть В Глаза Можем Назвать Их Что Касается Скажем Виней Званий Я хочу Сказать В отличие От наших Коллег Которые Сейчас Прислушивают Буржу Они Можно Сказать Что Их Признала Советская Наука Эта Наука Их Не признала Советский Период Они Такие Они Вообще Преподают Буржуазно Я не понимаю Почему Мы Например С Александром Сергеевичем Профессорские Звания Получили Буржуазном Обществе Нас Признала Буржуазная Наука Поэтому Нас Мало Которые Признала Остальные Это Вы Вход Период То есть Вы тогда Получали Теперь Это Ваше Ничего Не стоит А наше Стоит Потому Что Мы Получили Я думаю Что Если Люди Серьезно Работают И Не Кормятся Всякими Комментариями А Если Они Разрабатывают Настоящую Науку То Есть Параметры По которым Очень Легко Серьезные Люди Понимают 20 Работ 40 Это Разница Большая И Критерии Которые У нас есть Хочешь Не Хочешь В том числе И с позициями Я хочу Сказать Что Не надо Сами Запугивать Что Уж Так Прямо Нам Не дают Не берут Люди Марксизм Надо И читать Гегель И читать Капитал Маркса Вот Сказал Александр Сергеевич Идите Аж Плесенью Покрывается Маркса И в руки Не берут Идите И читайте Нет Вот Расскажите Нам Про Маркса Желательно Короче Пять минут Поэтому Это Требует Вообще Сам Сергей Сказал Воли Ну вот Воли И труда Это требует Труда Это требует То есть Надо Если речь О классовой Борьбе Значит Можно ли В классовой Борьбе Победить Не отмобилизовавшись Вот Наш Лагерь Селых сил Представляет С собой В основном Публику Не отмобилизован Они все ждут Что само Как-то Образуются Рабочий Класс Основная Масса Ждет Профсоюзные Деятели Или бегают Ищут Где им Там Что заплатят Для кого Посидеть Я хочу Сказать Что Как Здесь Победы Бывают Тогда Когда К ним Готовятся Когда Борются И когда Отмобилизовывают Себя Вот Я привел В газете В своем выступлении На РКР Один вопрос Я сейчас Закончу Вот Все Подагивали Из профсоюзов Из К тому Что Надо Приближать Зарплаты К стоимости Рабочей А конкретных Шагов В этом Направлении Такого Роза Что Давайте Начнем Переговоры Хотя Б просто Переговоры Они К чему Не обязывают Подклали Бумажку Освободили Людей От работы Сели На Переговоры Это Сделали Единицы Вот Вот Он Это Сделал Может Получиться Может Шахта Но Сделайте Хоть Шаг Нет Шагов Не Делают Лучше Само Все Образумится То Я хочу Скажите Армии Которые Не Отмобилизованы Могут Быть Очень Большими И Они Будут Проигрывать Очень Долго Пока Пока Начнется Я думаю Что Нам То О чем Говорил Александр Сергеевич Что Для борьбы Нужна Воля И Причем Воля К победе Плакать Надо Что У нас Все Кончено Все У нас Пропало Но Если Все Пропало Значит Надо Что Взять Белые Флаги Выйти На Улицу И Сказать Все Сдаемся Потому Что Не Надо Себя Изображать Жертвами Я думаю Что Наоборот Как Во всякой Отступающей Армии Всегда Некоторые Люди Дальше Они Отбирают Оружие У тех Кто Куда И Те Между прочим Перестают Бежать Собираются И Готовятся К тому Чтобы Сватя Наступать Такой Период Такой Время Контр Тенин Говорил Так Что Кто В Контр Ревизионное Время Не Может На Животе Погреть И Проползти Тот Не Ревизион Я Наверное Камшин Должны Ваш Огород Вот Есть Вот Вы Стоит Тоже Ревизион Платы Работились Работились Это С моей С точки Зрения Противоречит Первому Капиталу Товары Деньги Где Макс Расскрываете Противоречие Основной Противоречией Является Товарное Производство А товар Товар Труд Имеет Конкретный Австратный Характер Потом Есть Сложный Простой Труд Понимаете Это Как бы Объясняется Почему Различные Зажившие Платы Есть Сложные Простые Проблемы Понимаете И Вот Кажется Что Вы Встали На Эту И Считаете Что Дай Каждому По Миллиону И Все Остаканятся Понимаете А тут Гораздо Сложнее Это Возвращение Простой Проблемы Я По Своей Практике Могу Сказать Такие Трудности В Организации Производства В Объяснении Материалов И Таким Что Решать Дальние Миллионы Я Хочу Сказать Что Что Есть Какое Противоречие От Вот Этого Самого Понятия Стоимость Рабочей Силы И Первые Главы Капиталы Как же Макс Ставали Какие Противоречия Не Увязки Как будто Вы его Не читали Это Живое Противоречие Маркс Проанализировал И Показал Что Создал Такой Товар Как Все Противоречия Раз Такой Товар Как Все Противоречия Он Имеет Стоимость Но С одной Что Рабочие Хотят Получить Всю Стоимость С другой Сто Есть Буржуазия Который Не хочет Отдать Всю Стоимость А в нашем Обществе Она Не только Всю цену Рабочей силы Хочет Отдавать Она еще Забирает Амортизацию Примавочную Стоимость Часть Стоимости И амортизацию Поэтому Значит Это противоречие Оно Обнаженное У нас И вторая Сторона Противоречия Работники Она борется Очень слабо Поэтому Зарплата У них Очень низкая В какой-то мере Я где-то писал Что В какой-то мере Это даже справедливо Потому что Раз вы не болетесь За заработную плату Раз вы не отстаиваете Нормально Что вы получаете Меньше И технику Никто не будет налаживать В случае дешевую Рабочую силу Нанять Вы считаете Что амортизацию Не надо отчислять А оставлять Нет Я не про это говорю Я говорю Что они ее забирают Эти деньги Которые надо было Пустить на амортизацию Да Они эти деньги Забирают Они вкладывают В развитие Амортизации Амортизации Спасибо Но я конечно не полностью Сказал с района С района Ну слышу В заключении скажите В заключении Товарищ Казенов Поблагодарил Слышит ли В том числе За вопросы За интересные услуги Ну а Там под частным вопросом Подискутируем Час на порядке В следующий четверг Последние заключения А потом как до сентября Это второе Занятие будет проходить Владимир Дмитриевич В форме Семена Занятие Облагает Счастье Всех Слушателей Поэтому нужно подготовить Так не врач Нет Сема одна Почему нет массового Общи в сентябре Одна Которая обычно Происходит в это время В прошлом году Мы вспоминали юбилей Первого совета 1900 Ничего не юбилей Но мы и конференции не делаем А делаем такой семена Роль советов Да так сказать Междуреченск И собачить Поэтому хорошо Междуреченск Теперь Значит Некоторых докладчиков Я попросил доклады подготовить Но Было бы хорошо Если бы товарищи Заняли для себя Есть какую-то мысль Сказать Советы Роль История совета А вот так Теперь Деятельность совета В период Значит скажем С 17-го По 36-й год Или советы Значит Послевоенные советы Или Разрушение советов Со стороны Значит России Вот этой Вот этой 90-х год То есть Самые разные тут темы Какой аспект вас интересует Трудные подготовки Вот предложение Александр Сергеевич Тему слабое Рабочие движения Николай Еще раз Вчера Значит Принимаем Владимир Митрич Отсуждение Следующие четыре Значит Тема Отмучена Пожалуйста Подготовиться Явление Вот я хотел В первых с просьбой У нас семинары Не часто проходят Разные темы Говорит Хорошего не Степная дисциплина В том Чтобы Обсудить Рост Который В самом деле Это настолько Выдающееся событие И мирной истории Стания советов Что нам Это нужно Знать Понимать Разбирать И Быть удобными Любому объяснить Второе Еще Поскольку Пять минут Нам скажут Еще Чтоб Больше Массы Пробудили По обстановке Посмотрим Я думаю Что 5-7 минут На первое выступление Второе Может быть Две Три минуты Так что Я думаю Что Надо Чтобы Все Выступили Раз была Возможность А не так Чтобы Мы там Второе Я хочу Еще раз Напомнить Товарищам Что В эту Субботу 22-го Числа В Ульяновке По адресу Ульяновское Шоссе 20-60 В доме Которые Которые Соток Соток Это Страна У нас Так Обожено Так Чтобы Это Было Красиво И Видно Там Бываем Ежемесяц И Каждый Месяц Даже Мороз 27-30 градусов Там Товарищи Находились Владимир Заранее Приезжал Топил Там Делали То Что Не Это Важная Задача Вот Помните В Виктор Ван За руки Будет Освобожденная Территория Освобожденная Территория Это Рабочих Объект Все Что Мы Считаем Нужным Делать Мы Будем Делать В Ульяновке Все Что Мы Считаем Нужным Делать И Поэтому Это Дошлоты Сохранение Памяти И Там Воспитываем Администрацию Которая Время От Времени Объявляет Что Вы Можете Делать Деньги Рассказ Нет Что Вам Надо А Покажем Мы В руки Не Дадим Только Мы Знаем Что Там Одна У них Задача Как Это Дело Оттяк А У нас Мы Заняли 18 И Там Проводили Конференции И В общем Там Повед Нам Провести Сеприятие В нужное Время Тайм Делать Ранее Спасибо Тем Кто Примет Участие